Выкатывается Ниорка Харьо. Здесь поплотнее нужно играть на входе в нашу зону. С такой впечатлением, что прибавляют финны. И вот она первая шайба в наших воротах. К сожалению, мы пропускаем. Сборная Финляндии выходит вперед. Но опять же, вот сейчас потеряли немножко шайбу на выходе из своей зоны. И чем воспользовались финны. Вот повтор. Но здесь не удалось вернуть шайбу на ней в гидральную зону. Да, была возможность отобрать шайбу. Не смогли. И вот точным броском. Ели Толванин, 20 номер. Да, не успел Тарасов среагировать на этот бросок. Возможно, не ожидал, что Толванин выиграет эту шайбу. Ну вот, стоило финнам чуть прибавить. И, к сожалению, мы пропустили. Здесь еще и бросок очень точный получился. Верхний угол махнул Тарасов ловушкой, но мимо. Немного в противоход бросил Толванин. Да, ну вот, сейчас получили, к сожалению, ненужное удаление. Удалились чужой зоной. Даем спокойно войти в зону. И Тарасов не сумел выручить нашу команду. Ну вот и заявил о себе Ессе Булью Ярви. Девятый номер. Спокойно входит в зону. Никто ему не мешает. Посмотрите, где шайбу получил. Была возможность прицельно бросить. Что, собственно, девятка финской сборной и сделала. Ну тут еще партнер очень хорошо выбрал позицию. И помешал нашему игроку вступить в контакт с соперником. Ну здесь надо было немножко поближе, конечно, играть с Куу Ваярви. К ней закатывается финна в зону. Брасок в воротам отбивает Тарасов в шайбу. Опускается она на льду в углу площадки. Пытаемся мы, как можно быстрее, бежать. Вот сейчас момент возникает. И первая шайба в воротах финнов. Локанин был бессилен что-либо сделать. 1-2. Да, вот сейчас быстро провели стремительную контратаку. И Марушев. Вот так все начиналось. Выиграли борьбу. Заставили соперника здесь ошибиться. И принимает поздравления Максим Марушев. 27-й номер. Забрасывает он свой третюшок. Как раз Лобанов сейчас исправился за свое удаление. Отдал передачу на своего партнера. И мы сократили разрыв в счете. Лобанов первое очко набирает на этом турнире. Марушев становится автором третьей своей шайбы. Ну и отмечу, что забили ребята, играющие в четвертом звене. Отбивает шайбу Локанин. Остается она в зоне. На кураже может быть еще одну шайбочку забросить, сравнять результат. Пока вот похоже, да? То, что мы видели в матче против сборной команды США. Мы уступали 0-2, потом сравняли результат. Сумели догнать соперника. Но вот сейчас хорошо было бы догнать повреждение. Это получает наш игрок. Опасно? Нет. К сожалению, этот бросок неверующимся оказался для Тарасова. Или Толванин? Толванин. Второй гол в сегодняшнем матче он уже забрасывает. И опять же, обрати внимание, что все три гола, заброшенные наши ворота, это все были... Адаги схода. Да. И броски. Все это были броски с дальнего или среднего расстояния. Можно ли сказать, что какие-то претензии к вратарю в таких случаях? Смотрим момент. Великолепный бросок. Ну, конечно, хотелось выручить, но очень остро бросают финские нападающие. Толванин один из хоккеистов финской сборной, кто выступает за океаном в одной из североамериканских лиг. Да, за 9 минут до конца второго периода финны восстанавливают комфортное для себя преимущество в счете. Удается задержать шайбу в зоне. И великолепный бросок получается у Дмитрия Самарухова. Первая шайба Дмитрия на этом турнире. Два-три. Мы вновь сокращаем счет до минимума. Да, теперь уже мы тебе показали, что мы тоже умеем бросать. Здесь финны потеряли шайбу на выходе из своей зоны. А вот видим, Самарухов закрывает зону. И он же бросает. Он же бросает, да, и не справляется там галки Берлуканин. Возможно, он не видел там. Видим, да, вот как раз собственность. Свой же игрок закрывал. Ну, это обычно так бывает. В этой ситуации нужно искать, где находятся шайбы. Ну что ж, нашим удалось все-таки же вернуться в игру. Сошла шайба с крюка у 10-го номера. Весолайнина. Потому не получилось, что у него быстро вернуть шайбу на пятах. Опасно. Сейчас нам нужно выстоять. Тут остается всего лишь 25 секунд. Финни пресенгуют, атакуют, но и пробивают нашего галки Берлуканин. Вот, пожалуйста, гол в раздевалку практически мы получаем. Да. Ну что, Берлуканин хет-трик, что ли, оформляет у нас, получается? Вроде бы все закончилось здесь, но... Вот Буярдя отдает передачу. Да, и получается Берлуканин. Берлуканин забрасывает третью шайбу в этом матче. Очень сильный получился бросок. И не сумел Данил Тарасов остановить шайбу. Да, 2-4. Был самым забивным форвардом. У финской команды по три шайбы они забросили на групповой стадии турнира. Опасный момент. Надо забивать. Но, к сожалению, не удается это сделать. Думаю, это на руку как раз финским хоккеистам. Давайте вспомним интересные моменты. Вот. Обкрадывает наш капитан соперника. Сближается с вратарем, но переиграть Лукканина, к сожалению, не удалось. Очень здорово он прошел там по хлангу. Дважды признавался лучшим игроком в составе нашей команды. Так, сейчас будет удаление в составе финских хоккеистов. Вот мы отракуем шестером. И здесь вот она. Надо забивать. Ай-яй-яй. Как же так не завезли шайбу. Успел переложить Лукканин. Хотя, казалось бы, шайбе было некуда деваться. Тот отличный шанс был сейчас для наших ребят. Видим опять Костин. Вот здесь вот видимо блинов. Да, Шикарда тут сыграл. Лукканин выручил однозначно свою команду. Так, ну сейчас нам нужно закрепиться. Это удается. И вот отличный момент. Здорово. И мы сокращаем разрыв в счете. 3-4. Очень быстро реализовали большинство. Всего лишь 11 секунд понадобилось нашей команде, чтобы забросить шайбу и реализовать большинство. Ну вот и Ярослав Алексеев. 12 номер. Проиграли вбрасывание. Видим, поборолись за шайбочку. Костин отбирает. Пицца передача на Алексеева. И в одно касание. Ярослав отправляет шайбу в ворота финской сборной. Не успевает там переместиться голкипер Лукканин. Третья шайба Ярослава Алексеева на этом юниорском чемпионате мира. Дважды он, я говорил об этом, признавался лучшим игроком в составе нашей команды. Ну и на протяжении всего существования вот этой вот сборной 99-го года рождения был одним из ее безусловных лидеров и является таковым. Дебютировал он, кстати, в этом сезоне и в молодежной хоккейной линии. Давай, давай, потихоньку. Кстати, онто Сомпи самый лучший на этом чемпионате у финнов. Не только у финнов, но и вообще. Среди всех хоккеистов на точке вбрасывания. У него абсолютно лучший показатель. 75% выигранных единоборств у 24-го номера. Он сейчас пицца выигрывает вбрасывание. И вот отличный момент, а не доходит шайба до Костина. Так, чтобы он совершил бросок. Не попадает шайба в наши пустые ворота, но, тем не менее, не хватает нашим ребятам времени. И мы уступаем сборной команде Финляндии со счетом 3-4 в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!